Инсульт или, проще говоря, разрушение мозга – диагноз знакомый России не понаслышке. Наша страна – лидер посмертности от этого недуга. Порядка половины людей, перенесших инсульт, умирают в течение года после болезни. 80% тех, кто выжил, становятся инвалидами. И лишь 8% возвращаются к нормальной жизни. Врачи говорят, что в случае с инсультом самое важное – не упустить время. 4,5 часа от момента появления первых симптомов – это то время, в течение которого мы можем применить самое эффективное лечение, которое на сегодняшний день имеет самые высокие степени доказательности. Эти часы специалисты называют терапевтическим окном, когда можно успеть сделать человеку тромболизис. По сути, это введение специальных препаратов, быстро растворяющих тромбы. Методика в буквальном смысле возвращает людей к жизни. А вот спустя 4,5 часа тромболизис противопоказан, и у человека меньше шансов выкарабкаться. Поэтому врачи настаивают – инсульт надо знать в лицо. Если человеку стало плохо, улыбка стала кривой, перекосило лицо, движение нарушилось в руке и ноге с одной стороны, артикуляция изменилась, нарушилась речь, произошел инсульт. Также врачи уверены, инсульт – это следствие вредных привычек и усугубления болезней. Особенно страшен так называемый смертельный квартет – гипертония, сахарный диабет, повышенный холестерин и нарушение липидного обмена. Если есть эти болезни, стоит быть к себе особенно внимательным и помнить, чем запущеннее болезни, тем меньше шансов оправиться после инсульта. Инсульт – это не заболевание, инсульт – это финал. Финал самых разнообразных по своему характеру заболеваний сердца, сосудов и крови, которые в своем финале приводят к развитию инсульта. Инсульт инсульту, конечно, рознь и последствия тоже разной степени тяжести, но все они страшны и приводят к отмиранию части головного мозга. В России каждый год случается порядка 400 тысяч инсультов. И с начала 2016 года только в Приморском крае было зафиксировано свыше 4 тысяч случаев. Раньше бытовало мнение, что человека с инсультом нельзя перемещать. Сегодня доказали – наоборот, нельзя оставлять дома. Его просто необходимо транспортировать в больницу, туда, где есть подходящее диагностическое оборудование, а именно компьютерный томограф. Во Владивостоке в лидеры по диагностике инсульта выбились три больницы – Первая городская, Дальзаводская и Краевая клиническая. 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Врачи-неврологи подготовили для жителей Владивостока масштабную акцию, на которой расскажут о профилактиках этого приступа. Научат делать специальную гимнастику и ответят на любые вопросы, связанные с болезнью. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.